Обладатели знания упомянули некоторые способы, которые помогают достичь удела или увеличить его благодать. Во-первых, это упование на Аллаха. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то Аллах наделял бы вас уделом так же, как наделяет ими птиц, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются с полными. Во-вторых, это богобоязненность. Всевышний сказал в Коране, кто боится Аллаха, тому он дает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. В-третьих, это поддержание родственных уз. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, кто хочет получить щедрый удел и прожить долгую жизнь, пусть поддерживает родственные узы. Поэтому поддержание родственных уз – это причина увеличения богатства. В-четвертых, это следование прямому пути. Всевышний сказал, если бы они устояли на прямом пути, то мы напоили бы их водою в волю. В-пятых, это благодарность Аллаху. Всевышний Аллах сказал, если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. Поэтому, если человек проявляет благодарность Аллаху за его милости, то Аллах дарует ему еще больше. Сегодня многие люди, к сожалению, не проявляют благодарности. Более того, проявляют неверие посредством того, что Аллах одарил их из милости. Поэтому Аллах упрекает таких людей в аяте, говоря, «И делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину». То есть, ваша благодарность за милости, которыми Аллах одарил вас, проявляется в том, что вы считаете ложью истину, вместо того, чтобы проявить Аллаху должную благодарность. В-шестых, это дуа. Однажды к Алии, радия Аллаху анху, пришел один раб и сказал, что договорился с хозяином на освобождение себя за выкуп, и не смог этого сделать, так как не смог собрать нужную сумму, которую должен был заплатить, и попросил ему помочь в этом. Тогда Алии, радия Аллаху анху, сказал ему, «Не научись ли тебя словам, которым научил меня пророк, салаллаху алейхи вассалям?» Тот ответил, «Конечно». Алии сказал, «Говори, о Аллах, избавь меня от запрещенного тобой посредством дозволенного тобой, и по милости твоей избавь меня от необходимости в ком бы то ни было кроме тебя». Эти шесть пунктов являются причинами увеличения удела человека и увеличения благодати в имуществе. Некоторые обладатели знания сказали, что удел действительно увеличивается, а некоторые сказали, что нет, удел не увеличивается. Однако увеличивается его благодать, и что Всевышний увеличивает именно благодать в имуществе. И поэтому начинает казаться, что удел увеличивается. Примеров этому много. К примеру, иногда Аллах дает благодать в деньгах, и ты получаешь от них большую пользу. А иногда те же деньги расходуются на то, что не приносит пользы, и ты не получаешь от них никакую пользу. Поэтому некоторые ученые сказали, что на самом деле удел не увеличивается, а увеличивается благодать в нем. В любом случае, мы должны всегда помнить аят Всевышнего, «На небе находится ваш удел и то, что вам обещано». Просим Аллаха, чтобы Он избавил нас от запрещенного им посредством дозволенного им. И по Своей милости избавил нас от необходимости в ком бы то ни было кроме Него. О Аллах, покажи нам истину истиной, и помоги нам следовать ей. И покажи нам ложь ложью, и отдали нас от нее. О Аллах, внуши нашим душам богобоязненность и очисти их. Ведь ты лучший из очищающих, и ты наш покровитель. И в завершении, хвала Аллаху Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok